Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задача 203. Нам даны две параллельные прямые А и В. Их пересекает секущая С. И нам нужно найти все углы, которые образуются при этом. Итак, во-первых, запишем, что прямые А и В параллельны. При пересечении двух прямых секущей образуются 8 углов. Два накрест лежащих угла. Точнее, две пары накрест лежащих углов. И вот вторая пара накрест лежащих углов. И, кстати, если прямые А и В параллельны, то накрест лежащие углы равны. Угол 4 равен углу 5. Эти углы соответственны. И если прямые А и В параллельны, то углы соответственные равны. Точно так же, как угол 2 и 6 – это тоже соответственный угол. Угол 3 и 7 – соответственный. И угол 1 и 8 – соответственные углы. Итак, в пункте А нам сказано, что один из этих углов равен 150 градусов. Тогда пускай угол 3 равен 150 градусов. Угол 1 и угол 3 – это углы смежные, поскольку они имеют общую сторону, а две другие их стороны лежат на одной прямой. Сумма смежных углов равна 180 градусов. Тогда мы можем найти угол 1. Он будет равен 180 градусов. Минус угол 3 или 180 градусов минус 150 градусов. Это будет 30 градусов. То есть угол 1 равен 30 градусов. А теперь мы рассмотрим угол 1 и угол 6. Эти углы вертикальны, поскольку стороны одного угла являются продолжением сторон другого угла. И они равны. Но вертикальные углы равны. Угол 6 и угол 2 – это соответственные углы при пересечении двух прямых секущей. И поскольку эти прямые А и В параллельны, то соответственные углы равны. Угол 2 и угол 8 – это углы вертикальные. И они равны, как вертикальные. Таким образом, если угол 1 равен 30 градусов, то угол 6, угол 2 и угол 8 – все они равны по 30 градусам. А теперь рассмотрим угол 3. Угол 3 и угол 5 – это углы вертикальные. И они равны. Угол 5 и угол 4 – это соответственные углы. И поскольку они образованы при пересечении двух параллельных прямых А и В, секущей С, то они равны. Угол 4 и угол 7 – это вертикальные углы. Значит, они равны. И таким образом, все углы 3, 5, 4 и 7 равны 150 градусов. Пункт В. В пункте В нам сказано, что один из углов на 70 градусов больше другого. Тогда пусть угол 3 больше угла 1 на 70 градусов. Тогда можно записать, что угол 3 равен углу 1 плюс 70 градусов. Мы уже говорили о том, что угол 1 и угол 3 – это углы смежные, и их сумма равна 180 градусов. Тогда подставим выражение для угла 3 во второе равенство. И у нас получится угол 1 плюс 70 градусов равно 180 градусов. Другими словами, 2 угла 1 равно 70. Мы переносим вправо, получается минус 70. То есть 180 градусов минус 70 градусов. Тогда 2 угла 1 равно 180 минус 70. Это будет 110 градусов. И тогда угол 1 равен 110 градусов разделить на 2 – 55 градусов. И теперь мы можем вычислить угол 3. И он будет равен 55 градусов плюс 70 градусов. Это будет равно 125 градусов. Итак, угол 3 и угол 5 равны, как вертикальные. Угол 5 равен углу 4, поскольку это соответственные углы при пересечении двух параллельных прямых А и В, секущей С. Соответственные углы при этом равны. Угол 4 и угол 7 – это углы вертикальные. И раз угол 3 равен 125 градусов, то все эти углы равны по 125 градусов каждый. Угол 1 и угол 6 – это углы вертикальные. Угол 6 и угол 2 – это соответственные углы. И как мы уже говорили, они равны при пересечении. Но эти углы образованы пересечением двух параллельных прямых, секущей. Раз прямые параллельны, то соответственные углы равны. Угол 2 равен углу 8, как вертикальные. Таким образом, угол 1 у нас равен 55 градусов. Угол 6, угол 2 и угол 8 тоже равны по 55 градусов каждый. Мы нашли все углы и можем записать ответ. В пункте А мы нашли, что 4 угла по 130 градусов, 4 угла по 150 градусов. А в пункте В 4 угла были равны 125 градусов, а 4 – по 55 градусов каждый. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. Если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.